На московский стадион Динамо здесь сегодня встреча двух сборных. Сборная России и сборная Бразилии. А теперь о составах команд сборной Бразилии в воротах Карла Жермана. Он представляет клуб Васко Дагамо, первый номер. Кафу из Палмейроса, второй. Гонсалвис из Ботафога, третий. Андре Круз из клуба Наполи, четвертый. Зе Элиас из клуба Каринтианс, пятый. Андре Луис из клуба Сан-Паулу, шестой. Деницетти из клуба Бенфика, седьмой. Амарал из клуба Парма, восьмой. Джованни из Барселоны, девятый. Леонардо из ПСЖ, десятый. И Рональдо, или как его называют бразильские комментаторы, Рональдиньо. Одиннадцатый номер, наставник команды Марио Загало. В синей форме выступают и футболисты сборной России. Желтые футболки и синие трусы, это форма сборной Бразилии. Слева ворота Станислава Черчесова, справа в первом тайме ворота Карлоса Жермана. Наши футболисты с мячом. Андрей Тихонов с мячом. И передача на Игоря Колыванова. Колыванов может играть не было положения вне игры. Первый удар по воротам сборной Бразилии. Ну что, получилась быстрая комбинация, хорошая передача на Игоря Колыванова. Пусть удар первый не точен, но запишем это в актив сборной России. Первый удар в этом матче нанесли наши футболисты. Мощную стенку выстрелили наши футболисты. Вот удар по воротам не получился. Так почесал в затылке сейчас Леонардо. А на ваших ранах Джованни. Так вот, два Рональду в составе сборной Бразилии. Оланда Луис Назаря Долима, Рональдини и Рональдо Гуайро. Андрей Тихонов подает угловой. И стремительная атака бразильцев. Сразу пять футболистов в желтых футболках на нашей половине поля. И Джованни поворотом бьет. Ну что ж, Станислав Черчесов продемонстрировал свое мастерство. Хороший пас. Тихонов поворотом пробил. Ну что, оставил аплодировать себе болельщиков. Подержать боевую тонну с командой. Нарушение правил. Но пока нет. Владимир показывает, что все-таки было нарушение правил. И сбили бразильцев своей штрафной Владислава Радимова. Смотрим повтор этого момента. Радимов смело пошел в штрафную и поставил ему, по-моему, поставил бедро пятый номер. У мяча Юрий Никифоров. Угадал Карло Жермана, куда будет бить защитник нашей сборной. Но счет в этой игре открыт. Сборная России забила пенальти. Первый мяч ворота сборной Бразилии он забил на 18-й минуте. И аплодисменты Владиславу Радимову. Это он заработал пенальти. Вот хороший момент. Андрей Кончельский с мячом. Радченко. В одно касание переводил мяч в дальний угол. Здорово провели контратаку наши футболисты. Чуть точности не хватило Дмитрию Радченко. Прекрасный момент. И обратите внимание, какой пас получился у Андрея Кончельского. Наверное, за это, за такие прорывы и такие передачи полюбила его английская публика. Наш полномочный представитель в английском футболе сейчас сыграл здорово. Ждал, когда выйдет на позицию удобную для передачи Андрея Тихонов. И успели бразильцы мяч у него отобрать. Ранадиньев, хороший пас. О, какой момент. Выпустили наши защитники в штрафной Ранадиньев. Хорошо, что этот нападающий по воротам не попал. Посмотрите еще раз. Ранадиньев обычно до этого больше действовал на левом фланге. Вот сейчас неожиданно рывком перебрался на правый фланг. По сути дела, вот и его перемещение поставило в тупик нашего обороны. Вовислав Тарановский, который отвечает за этот фланг в нашей обороне, его там не ждал. Да, Игорь Колыванов бьет по воротам, но это не сильный удар. Не сильный удар, и поэтому Жерман на мяч забрал. Но я думаю, сейчас нам как-то тяжело определить. Но мне показалось, что это Зеэля заработал желтую карточку. Вот вы сейчас видели на повторе, что он стоял крайним и выбегал на бьющего футболиста сборной России. И, по-моему, ему Вадим Жук предъявил желтую карточку в этом эпизоде. Примеривается к мячу Андрея Круза. Он будет бить. Нет, Леонардо снова пытался закрутить мяч в верхний угол ворот. Не попал. Леонардо исполняет и угловые, и штрафные. Андрей Круз какие-то дает наставления своим игрокам. Посмотрите. Рядом с перекладиной проходит мяч. Ну что ж, у нас есть прекрасная возможность поворотом пробить. И снова Игорь Колыванов готовится нанести этот удар рядом с мячом Андрей Кончельскис и Владислав Радимов. Колыванов снова бьет. Хороший удар. Ну что, показал свою прыгучесть и реакцию Карла Жермана. И аплодисменты зрителей. Хороший удар нанес Игорь Колыванов. Наши спешат, выполняют угловой. Свисток арбитра закончился. Первый тайм. 1-0 сборная России выигрывает. Вы помните финал Олимпиады 88-го года в Сеуле. Драматичный матч тогда. Наша олимпийская сборная выиграла 2-1. И снова атака. Бразрисов Черчесов. И не спас нашу команду Танислав Черчесов. Ошибку допустили защитники. А забил. Седьмой номер. Донизайте. Я сейчас в наушниках слышу, как кричат бразильские комментаторы. Действительно, у них есть порадоваться чему. Посмотрите. Угадал, куда будет бить наш галкипер, но расстояние было очень маленькое. Ошиблись игроки обороны. Мяч забил Донизетти. Владислав Тернадский упустил Донизетти. И бразильцы сравняли счет. На сорок седьмой минуте. И Джованни готовится пройдет штрафной. И стесняются бразильцы большими силами переходят на чужую половину поля. И снова оставили одного Рональдиньи. Я сейчас как-то не смог разобраться, что же пытались изобразить наши защитники. Искусственное положение вне игры создать. Очень хорошая стартовая скорость и у Донизетти, и у Рональдиня. Они быстро набирают ход, врываются на свободные места в нашу штрафную. И не успевают защитники за ними. Сейчас Рамис Мамедов не успел закрыть нападающего. Посмотрите уже контратака бразильца. Донизетти. И снова передача в нашу штрафную. И снова не успевает за Рональдиньи Мамедов. Мамедов проигрывает ему в скорости явно наш защитник. Разыграли мяч бразильцы. Ох, какой момент! Атака продолжается, но сейчас мы считаем, что бразильцы простили нашу сборную. Хотя Джованни показывал, что мяч пересекли линию ворот. Момент был... Вы знаете, перевести дух. Момент был действительно стопроцентный голевой. Как бразильцы не забили второй мяч в наши ворота уму непостижимым. Какое-то оцепенение нашло на защитников. Виктор Ановка оказался за спиной Джованни и не сумел ему помешать. Но тут уже и Перекладина сыграла так, как и должна сыграть благородная Перекладина. В матчах таких команд выручила собственного воротаря. Колыба, лечит дат на ногах. Как же сейчас заработать вторую желтую карточку. И сразу же увидел себе собой красную. Его удаляют с пол. И сразу же увидел себе красную карточку. Ну вы все видели. На мяча Кафу не доставало, а его удар пришелся по ноге. Еще одна замена в нашей команде. Готовится выйти на поле Валерий Кельчин. И рванулся к воротам Арнальдини. Ему передача на ход. Смотрите, как играет нападающий. И будет пить издали. Да, хорошо. На месте оказался Станислав Черчесов. И вот первая замена у бразильцев. Вместо 10 номера Леонардо на поле сейчас появится Зе Мария. Он представляет итальянскую Парму. Защитник. Молодой парень, 23 года. Ему четвертый матч за сборную проводит Зе Мария. Замена сборной команды Бразилии. Вместо Леонардо на поле 10 играет Зе Мария. Ну можно на другой фланг перевести мяч. Ну вот так. Вадимов. Издали удар Владиславу. Отлично! Владислав Радимов забивает второй мяч ворота сборной Бразилии. Браво! 30 тысяч зрителей, которые сегодня все-таки собрались на московском статионе Динамо, сейчас вскочили со своих мест и аплодируют полузащитнику сборной России. Действительно классный удар получился у Владислава Радимова. Ну вот так вот можно играть против бразильцев и нужно играть. Мяч забил игрок команды Сарагоса Владимир Радимов. Владислав Радимов, который сейчас, наверное, будет больше радовать болельщиков испанской. Сарагосы все-таки радуют своих родных поклонников футбола. 2-1 сборная России выходит вперед. Денизетти выполняет навес. Как-то замешкался наш штрафной Владислав Пернавский. И арбитр показывает, что он рукой сыграл. Терамис Мамедов был. Смотрим повтор. Бразильские комментаторы у меня за стеной взошлись от восторга. Вадим Жук назначает пенальти в ворота сборной России. Смотрим повтор этого момента. Вот эта передача. Сыграл рукой сейчас. По-моему, все-таки это был Владислав Тарнавский или не сыграл. На этом повторе тяжело разглядеть. Играл Владислав Тарнавский рукой или не играл. Во всяком случае, бразильцы готовятся пробить пенальти. За пять минут до конца матча красная карточка нашему капитану Виктору Анопко. Да, Виктор Анопко получает красную карточку и покидает поле. Команды остались в равных составах. Вот этот момент. Похоже, что была рука. Кто бьет у бразильцев? Трибуны свистят. Гол. Рональдинио сравнивает счет. А мы тут слышим знаменитый крик бразильских комментаторов. И тут сразу несколько ведут репортаж на Бразилию. Пробил классно. Итак, счет в матче 2-2. Рональдинио сравнивает счет за пять минут до конца этого матча. Андрей Крус. Родимов оригинально. Олег Кеченов пытался обыграть за Марией. Не удалось. Какой дрифлинг демонстрирует Родимов. Не хуже бразильцев. Все. Свисток. Матч закончен. 2-2. Я забыл, что у нас мяч из обилия Кифоров и Родимов, а у бразильцев да не зайти. И Рональдинио. Упорный матч. Красивая игра. Ничья 2-2. Мы с вами прощаемся. Режиссер трансляции Рустам Амиев ввел репортаж Дмитрия Анисимова.